В Омской области нашли деревню. Призрак. Ученые, которые отправились туда в экспедицию, выяснили, что поселение опустело после пожара. Некоторые постройки огнем совершенно не тронуты. Скорее всего, люди перебрались к родственникам в другие поселения. Жители деревень покидают свои дома. Еще сто лет назад 85% населения России было сельским. Сегодня уже три четверти россиян живут в городах. Чем грозит вымирание деревень и как остановить отток населения из сел, расскажут мои коллеги. Деревня Глядень. Всего 100 километров от Новосибирска. Когда-то это место было поселением перспективным. Здесь поднимали сельское хозяйство. Сегодня Глядень – место неприглядное. В деревне остались лишь 9 семей. Сельский кинотеатр, клуб, больница опустили. Пенсионерке Александре Купришенко 91 год. Старушке и стакана воды никто не принесет. Не потому что некому, а потому что воды в деревне нет. Из труб на участке течет ржавое. Пьют привозную. Зимой ходят на прорубь или топят снег. Работа была здесь. Конбайны были здесь. Наверное, конбайнов 13 было. 7 легковых. Нет, грузовых машин было. Больше двух тысяч скота было здесь в Гляденье. А сейчас все заросло березником, травой. Отток сельского населения из деревень начался в период индустриализации. Работать на производстве стало престижнее и выгоднее. Местные жители переезжали в райцентры и города целыми семьями. Вымирают деревни и по сей день. Рубанисты связывают это с низким уровнем жизни в селе. Люди попросту едут туда, где, по их мнению, лучше. Где можно получить достойное образование. Есть культурные центры, где им могут оказать квалифицированную медпомощь. Продолжительность жизни в деревне ниже. Если в городе она 67 лет, то в деревне она 64. Получается, что чистый воздух, экологическая пища, которая выращивается в деревне, получается, она не очень-то и влияет на продолжительность жизни. А почему? Доступ к медицине. То есть люди просто не успевают доехать в каком-нибудь Устишимском районе, в удаленных каких-то районах. Чтобы улучшить медобслуживание в отдаленных поселениях, по всей стране запустили программу «Земский доктор». За пять лет из Томска в районы области уехали 373 врача. Одна из них – Анна Мжельская. Работает в больнице поселка Хлоскутово. Признается, что условия работы здесь ей нравятся больше. Здесь в поликлинике немножко все равно еще люди другие. Не такие, как даже в Томске. Ну, есть отрицательные моменты, что никому никогда не откажешь. Пациенты валят косяком. Всем, пожалуйста, глазки, пожалуйста, выпишите. Ну, я так давно, долго ехал. Пытаемся войти в их положение. Отток населения из города грозит глубинке, беднотой и запустение. Потери контроля над землей, за которой раньше следили местные жители. Чтобы решить проблему вымирания села, омские депутаты разработали целую программу. Нужно выбрать в каждом районе по две-три крупные деревни и сделать из них так называемые агломерации. Построить там современные дома и школы, обеспечить рабочие места и пригласить туда селян. Там дальше будет достраивать за нас рынок. Там появятся современные магазины, потому что будет с кого брать деньги, там будет много людей. Там появятся современные аптеки, больницы. По самым скромным оценкам, на то, чтобы сделать такие поселки, обеспечить их всем необходимым, да еще и перевезти туда людей из отдаленных деревень, потребуются десятки миллиардов рублей. Только в Омской области. И главное, нет гарантии, что эта программа остановит отток молодежи из сельской местности. Светлана Еладнарова, Мария Черешнева, Дарья Швытка и Дарья Тарасенко. Новости здесь, Омск. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...